Всем привет, меня зовут Карина. Сегодня мы будем делать упражнение 2.3.2.6. Давайте сразу же приступим. Я открыла задание, и мы можем видеть таблицу адресации и само задание. Давайте сначала посмотрим текущие конфигурации всех маршрутизаторов. Для этого открываем сначала R1, командная строка, enable, show running config. Если внимательно мы сейчас посмотрим на наши IP-адреса и на текущую конфигурацию, то мы можем увидеть, что используются как статические, так и динамические маршруты. Вот. Давайте посмотрим на следующее устройство. R2, давайте. Командная строка, enable, show running config. Смотрим. Здесь у нас есть статические маршруты и динамические. И последнее R3, командная строка, enable, show running config. Думаю, здесь все так же. Да, вот есть разные статические и динамические. Вот динамические. Давайте дальше. Давайте проверим подключение между компьютером и веб-сервером. Нам предлагают отправить ping запрос, но я предлагаю сделать по-другому. Скопировать IP-адрес, зайти на первое устройство, десктоп и вместо того, чтобы писать команду ping, просто зайдем в веб-браузер. Ctrl-V, go. Если все окей, то у вас будет вот такое вот окошко с доступом к нашему веб-серверу и к его файлам и ссылкам. И вот мы можем даже вот передвигаться по ссылкам. Давайте это проделаем на ноутбуке. Или давайте, например, ping. Ping. Paste. И смотрим, что с первого же пакета у нас все отправляется окей. И 4 отправлено, 4 получено. Ни один не потеря. Значит, у нас все удачно. И все работает. Давайте посмотрим дальше. Настройка PPP в качестве метода инкапсуляции. Открываем R1 и вводим команды, которые указаны вот здесь. Для этого в режиме конфигурации, conf.t, вводим команду interface s000. Тот, который указан в таблице адресации. И прописываем команду encapsulation. У нас PPP. Готово. То же самое нам нужно будет проделать на R2 для R3. Открываем R2. R2 и R3 соединяются между собой интерфейсом serial 001. Вот он. Для этого conf.t. int s001 encapsulation PPP. Готово. Открываем R3. И на R3 нужно настроить и для R1, и для R2, и для ISP. Давайте приступим. Сначала давайте интерфейс serial 000, соединение с R1. Вот оно. Conf.t. Интерфейс s000 encapsulation VPP. Следующий интерфейс у нас serial 001. 010, вот оно. Давайте его. 010. И также encapsulation PPP. И последнее 001. 001. И инкапсуляция точно такая же. Готово. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно настроить на мощно-заторе ISP тоже инкапсуляцию, которая будет соединяться с R3. Вот это вот соединение. Но наш ISP находится в облаке интернет. Открываем облако. Выбираем ISP. Командная строка. Enable. Conf.t. И вводим команду int s. ISP у нас, если вы вернете, то сможете увидеть, что это serial 00. Также encapsulation PPP. Готово. У нас 35 баллов из 90. Значит, все окей. Теперь закрываем и возвращаемся назад. Двигаемся дальше. Нам нужно проверить подключение к веб-серверу. Все должно также работать. Копируем IP-адрес. Давайте с ноутбука. Теперь с ноутбука зайдем в веб-браузер и убедимся, что все окей. Ctrl-V. Go. Все окей. И на ПК. Давайте введем еще раз. Ctrl-V. Go. Да. Все работает. Двигаемся дальше. Часть 3. Настройка лодификации PPP. Открываем R1 и повторяем команды, которые указаны у нас в инструкции. Для этого exit. И вводим команду username R3. Secret. У нас будет пароль класс, как в задании. Ой, только без капса. Класс. В учебнике вы читали, что можно использовать слово пасворд, но при использовании слова secret на наше соединение будет более безопасным, так как будет шифрование пароль. Если мы знаем secret class. Давайте я, чтобы не было ошибок, просто иду команду. Далее интерфейс S0.0.0.0.0. PPP. Our identification. PAP. Готово. И далее. Пап. gtp, send, username, r1, password, cisco. Готово. Далее нам нужно проделать эти же команды для r3. Открываем наш r3. Давайте скопируем, чтобы было быстрее. Далее, exit, paste, далее интерфейс serial 001, далее ppp-authentification, ppp-authentification, ppp-pap, send, username, r3, password, class. Готово. Теперь нам нужно настроить это между маршизаторами r2 и r3. Открываем сначала r2, давайте, вот он. Exit, чтобы вернуться в режим конфигурации. Username, у нас r3, secret и class. Готово. Далее выбираем наш новый интерфейс. Это serial 001, тот, который соединяется с r3. ppp-authentification, p-ap и ppp, p-a-p, send, username. И далее у нас r3, r3, и также слово пасворд и наш пароль циско. Ой, пароль класс. Извиняюсь, класс. Готово. Нет, все-таки пароль циско. Все. Готово. Теперь нам нужно проделать на r3. Секунду, я... Мы же настраиваем r2, так как мы настраиваем... Стоп. Нам нужна настройка аутентификации ppp-ap между r2 и r3. Значит, все-таки у нас здесь r2, вот так вот, и пароль циско. Все. Вот теперь правильно. Двигаемся дальше. Теперь нам нужно устроить r3. У нас соединение с r3. Значит, пишем команду exit, username r3, ой, r2. r2, так как мы с r3 делаем соединение на r2. Несернайм r2. Ай, ладно, не сернайм. r2. Secret. Класс. Готово. Только r2 с большой. Все. Вот так вот. Теперь интерфейс у нас... Интерфейс, который соединяется с r2, у нас serial 001. 001. Готово. Далее ppp-authentification. p-a-p, далее p-p-p, p-a-p, send username, указываем наше устройство, это r3, далее указываем наш тип, это паспорт и класс. Готово. Готово. Осталось последнее. Ну, почти. Нам нужно настроить аутентификацию ppp и чап между r3 и isp. Открываем наш isp. Нам нужно указать сначала имя устройства. Exit. Hostname isp. Isp. Готово. И прописываем ту же команду username. У нас соединение с r3, значит указываем r3. Далее указываем secret, что порой был зашифрован, и cisco. Готово. Далее указываем интерфейс, которым оно соединяется, s000, ppp, authentication, чап. Готово. Далее возвращаемся на нашу топологию, открываем r3 и прописываем последние команды соединения с isp. Exit. Username isp. Secret. И cisco. Далее интерфейс. Мы соединяемся интерфейсом 0.1.0. 1.0. Вот он. Готово. ppp, authentication, чап. Готово. Давайте нажмем кнопочку check results, посмотрим, что не так. Нам у нас неправильный username на r3. Давайте это исправим. r3. Какой из наших юсернеймов неправильный. Давайте посмотрим. Ой. Конфта. Смотрим. Первый у нас юсернейм был isp. Это правильно. Далее. Следующий username у нас был r2. r2. Все. У нас была ошибка в r2. Таким образом мы настроили наши pp и chap. У нас 90 баллов из 90. Думаю, на этом все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...